Друзья, смотрите канал Море Удачи. Ребята второй год живут на Пхукете, снимают веселые видео о своих приключениях. Рассказывают о ценах на жилье, еду, развлечения. Они научат вас водить байк и расскажут, где повеселиться. Канал Море Удачи, ссылка в описании. Переходите и подписывайтесь. Мне кажется, такими стрелами легко можно изрубить на части, поэтому это вам не шуточки. Ну, на самом деле, все это, конечно, шуточки, но если стрелки для вас это проблемная тема, то, мне кажется, вам будет интересно посмотреть это видео, потому что сегодня я вам буду рассказывать о вот таком вот продукте, который называется ВАВА ВУМ Уинн Стэмп, то есть, по сути, это штамп для того, чтобы создавать вот такие стрелы. Я сегодня свои стрелки делала с помощью как раз-таки вот этого приспособления, и я вам буду не просто рассказывать о нем, чуть попозже мы перейдем с вами к демонстрации, где я вам в макросъемке буду показывать, как я эту штуку применяю, какие у нее есть, возможно, скрытые даже хитрости. На самом деле, идея с такими штампами далеко не новая. Насколько я знаю, оригинальная идея была у ВАВАВА ВАВА 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 ВАН. подхватили и украли, и начали выпускать что-то намного более бюджетное. И, в общем-то, я вот заказала как раз-таки вот китайский вариант, потому что мне показалось, что, ну, что здесь, собственно, особенного. Обычные силиконовые штампы, как бы ничего сверхъестественного здесь, в принципе, нет. В комплекте что вы получаете? Вы здесь получаете подводку в форме кушена, и именно кушена, потому что сначала мне показалось, что здесь обычная, типа, как гелевая подводка, но это подводка кушен. В принципе, если боитесь пользоваться китайской косметикой, вы можете этот кушен не использовать, можете использовать что-то, что у вас есть в коллекции. Это может быть и обычная, там, гелевая подводка, и даже просто обычная жидкая подводка. Также здесь в комплект вам вкладывают кисточку для подводки, для того, чтобы потом поправлять ее, потому что все-таки они сразу здесь указывают на упаковке, что это приспособление не сделает вам идеальные стрелы, вот просто чик, и все вот так вот, как вы видите сейчас на мне. Нет, все равно это как своеобразная направляющая, которую вы потом чистите, и как-то вот потом оформляете с помощью кисти. Кисть это абсолютно отвратительная, поэтому мы даже не будем пытаться ей пользоваться. И самое главное, виновник торжества сегодняшнего, это сам штампик. Здесь на нем нагло красуется название Wamp Stamp, но на самом деле, как я уже и сказала, это китайская подделка, грубо говоря, под этот бренд. По своей сути здесь ничего особенного, то есть основа это пластик, здесь у вас есть также указатель на левую сторону и на правую сторону. И здесь вот такой вот силиконовый наконечник, по ощущениям, знаете, как силиконовые формы для выпечки, вот что-то такое. Принцип вообще не замысловатый, но на самом деле интересно было мне проверить, насколько это работает, и я удивилась, что это действительно работает. Если у вас уж прям совсем никакого опыта нет со стрелками, мне кажется, что вам эта штука, возможно, не очень поможет, потому что стрелки это такая вещь, которую все равно, знаете, нужно набить руку. Даже вот такой вот штукой все равно не получится сделать что-то суперидеальное. Но если вы уже базовое какое-то понятие о стрелках имеете, и вам нужно просто вот быстрее добиться симметрии, потому что, что ни говорите, но симметрия это самое сложное в стрелках. Именно поэтому, когда делаешь стрелку на одном глазу, она может выглядеть суперидеально, но когда повторяешь ее на втором и смотришь на себя прямо в зеркало, ты понимаешь, что ага, здесь она чуть выше, здесь она чуть ниже. Так вот, вот этот штамп как раз-таки позволяет вам быстрее создать одинаковые направляющие с обеих сторон, и потом вы просто с помощью подводки доводите это все дело до идеала. Сегодня свои стрелки я сделала очень быстро, поэтому я считаю, что мне, в принципе, это приспособление помогло. И на этом слове я как раз предлагаю перейти к демонстрации, чтобы вы наглядно все посмотрели, как это работает. Ну что ж, давайте пробовать. Само приспособление выглядит, в принципе, незамысловато, то есть это обычный пластик с таким вот как резиновым наконечником в форме подводки, хвостика, вернее, от подводки. И я все думала, к чему здесь вот эти вот хвостики на конце. Видите, здесь такая как дуга своеобразная. То есть для стрелки непонятно сначала было, для чего они нужны, но потом я разобралась. Это для того, чтобы делать симметричную стрелку на обоих глазах. И если это на практике сработает, то это будет просто феноменально, потому что на самом деле симметрия стрелок – это самое сложное в этом типе макияжа. Для того, чтобы стрелка получилась симметричной, нужно как раз, чтобы вот эти вот дугообразные хвостики становились на одну линию с вашим верхним и нижним веком. То есть как только вы их выравниваете, получается, что когда вы прикасаетесь к коже, у вас получается как бы стрелка там, где она нужна. Но это все в теории. Опа! Вау! Слушайте, я вполне довольна этим результатом, который у меня получился от стемпинга. Я ожидала намного худшего результата. Понятное дело, она плешивая получилась, но для этого вам в комплект вкладывают кисточку, для того, чтобы вы могли подправить, скажем так, эту стрелочку. Я сейчас подправлю эту стрелочку не кисточкой, которая входит в комплект, потому что она однозначно отвратительная. Я возьму подводку от Катрис Каллиграф и ей попробую исправить ситуацию, потому что мне кажется, что в целом все хорошо получилось. Только нужно сейчас закончить эту стрелку и сделать ее уже удовлетворимого качества, скажем так. Ну что ж, я стрелочку подрисовала, и меня она полностью устраивает. Не знаю, как вам, нравится, не нравится, но мне очень нравится, что у меня получилось. Все-таки самое важное, этот штамп сделал, то есть он направил стрелку так, как мне нужно. И что касается ее ширины и всего остального, то в принципе меня все полностью устраивает. Может быть, если бы я рисовала сама, я бы не рисовала ее настолько длинной, но в то же время я не считаю, что это какая-то прям супер экстравагантная стрелка, то есть ее длина вполне такая приемлемая. Ну что ж, давайте я теперь закончу макияж и вернусь к вам для подведения итогов. Как видите, на самом деле все реально, но, как я и сказала, все равно даже к такому штампу нужно приноровиться, потому что когда я им пользовалась вообще впервые, то я на правом глазу сделала опять-таки идеальную стрелочку, а на левом глазу впервые она у меня получилась такой, знаете, грустной и немножко опущенной вниз. И я так посмотрела на себя в зеркало, посмеялась, конечно, с этого. Все равно здесь нужна некая практика, вот именно в плане вот этих хвостиков, как их себе примостить и вот набить руку, понять, как вот именно направлять эту подводку, и тогда, мне кажется, как только приноровишься, вот тогда вот процесс становится все быстрее и быстрее и быстрее. Ни в коем случае не подумайте после просмотра этого видео, что это какое-то чудесное решение, и если вы вообще не умеете рисовать стрелки, то вот с помощью этой штуки вы просто нарисуете себе изумительные, красивые, обворожительные, сексуальные французские стрелки. Нет, этого не будет, скорее всего. Но если вы уже имеете большой опыт, но вас задалбывает вот постоянно чуть-чуть толще сделать здесь, ой, здесь уже толще, так, надо чуть толще сделать здесь, и в итоге вот такие вот стрелы до затылка у вас получаются, то, возможно, это как вариант, потому что в моем плане, как я уже сказала, мне было немножко проще сделать, чем если бы я вот просто сидела и рисовала подводкой. Особенно таким штампом я рекомендую научиться пользоваться тем, у кого есть асимметрия глаз. Если вы со своей асимметрией пробуете рисовать стрелки, то вы не можете отталкиваться от строения глаз, иначе у вас стрелки естественным образом также будут асимметричны, как и глаза. Поэтому, если у вас есть такая особенность, то, возможно, для вас это как раз будет классным вариантом, потому что вы с одной стороны сделаете идеальную стрелку, а с другой стороны вы просто можете сделать, ну, грубо говоря, полное ее зеркальное отражение, не обращая внимания на естественное свое строение века. И, возможно, для вас как раз-таки это может сработать. Всем, кому интересно, ссылку я на этот штамп оставлю в описании, как всегда, на все всегда оставляю ссылки в описании. Обязательно поделитесь вашим опытом, пробовали вы что-либо подобное, и вообще, что помогло вам идеально начать рисовать стрелки. Ну, помимо опыта, потому что это, мне кажется, очевидно. Ну, может быть, есть какие-то у вас секретики, или, может быть, что-то есть, какие-то девайсы, я не знаю, которых я не знаю, может быть, какие-то трафареты. Вот обязательно напишите, потому что многим, как и мне, это будет интересно. На этом я с вами буду прощаться, но не забывайте перед уходом подписаться на мой канал. Это можно сделать вот здесь вот. И также сейчас YouTube предлагает вам другие два мои видео. Почему бы их не посмотреть и не продолжить свой день какими-то хорошими и полезными видео, обязательно это сделайте, и мы с вами увидимся тогда, ну, наверное, в этих видео увидимся. Так что, до встречи!